Микс Ньюс На Болткоме Разворот Присоединяйтесь Давайте, может быть, начнем с повода вашего визита в Латвию Что вы здесь делаете, собственно говоря Ну, сначала, спасибо огромное за это приглашение Потому что это первый раз я в Риге Как вы уже сказали, я представитель госдепартамента Именно для руссоязычных аудитории Я здесь в Риге для проведения вот нескольких интервью После этого, конечно, я полечу в Лондон У нас будет тренировка именно на других языках На французском языке, тоже на русском языке Я здесь, чтобы ответить на вопросы ваших слушателей По оригинальным вопросам Как вы, в принципе, оцениваете Балтийский регион И чем он вам интересен? Вам это, я имею в виду, скорее Соединенным Штатам Ну, на самом деле, при Балтии, конечно, очень важно Соединенным Штатам Америки Я думаю, что вы имеете в виду, наверное, политические точки зрения Но до этого я бы хотел, чтобы, конечно, у нас есть очень длинная история Конечно, с Прибалтикой Там есть иммиграционная история Я сам из Висконсина У нас очень много иммигрантов Ну, которые вот приехали даже до Советского Союза Тоже во время вот между Военный период Особенно в штате Висконсин Тоже Миннесота Ну, сейчас Чтобы я ответил именно на ваш вопрос Конечно, мы бы хотели, чтобы Мы хотим сотрудничества С Прибалтийскими государствами Ну, все три Эстония, Латвия, Литва, конечно, являются очень важными И хорошими, и стабильными партнерами именно в НАТО Мы будем, конечно, сегодня обсуждать именно вот этот вопрос Я надеюсь, что у вас У ваших слушателей будет вот именно в вопросе вот насчет НАТО Может быть, насчет стратегии Соединенных Штатов и НАТО именно в этом регионе Я могу, конечно, продолжать, но на самом деле Прибалтий, конечно, нам очень важна Для политических, экономических, культурных причин А в чем, собственно, может заключаться важность трех таких маленьких стран Бюджет которых крайне невелик, в том числе оборонный бюджет То есть ничего особенного в НАТО мы предложить и не можем Кроме как территории, только непонятно, зачем она вам нужна Чем, собственно говоря, Прибалтийск интересно? Но важность не всегда заключается только в размере, на самом деле Это географические положения, конечно, этих трех стран Но больше этого, конечно, надо иметь в виду, что именно эти три страны Они являются не членами НАТО или членами какого-то оборонительного альянса Но они демократические страны Мы хотим, чтобы демократия, конечно, расширалась в Европе Они являются важными партнерами, как и другие члены этого альянса И тоже этого Европейского союза Тогда нельзя сказать, что Италия важнее, чем Латвия Или Эстония мало важнее, чем Бельгия На самом деле все члены, все союзники, конечно, считают, что все союзники играют очень важную роль Мы не поставим список самой-самой важной страны, а потом уже вторая, третья, четвертая Нет, так не делаем Вы только что сказали, что хотите, чтобы демократия расширялась в Европе То есть, насколько я понимаю, вы имеете в виду, чтобы демократических стран было больше А где, собственно говоря, в Европе еще нет демократии? Ну, я думаю, что сейчас есть этот конфликт в Украине Мы бы хотели, чтобы именно демократия в Российской Федерации, конечно, побольше развивалась А сейчас там что? Ну, там можно сказать, что там демократия, но все-таки мы бы хотели, чтобы там было побольше свободы слов Чтобы там было больше свободы мнения, чтобы именно вот эта страна развивалась именно на важности институтов Мы сейчас, конечно, есть очень много внимания именно на СМИ То, что происходит именно с средствами массовой информации внутрь России И мы тоже бы хотели, чтобы там было побольше сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и тоже Российской Федерации Мы уже заметили, чтобы два года назад или чуть больше, чем два года назад Конечно, речь в то время, конечно, шла про партнерство между Российской Федерацией и НАТО Сейчас, к сожалению, вот это партнерство уже пошло в прошлое Сейчас есть разногласия именно в точке зрения особенного побода То, что произошло именно в нелегальном захвате вот Крыма И сейчас поддержка Российской Федерации, так называемой, сепаратистом в Донбассе Но все-таки, как господин Керри, госсекретарь Керри сказал недавно Обязательно вот открытый диалог между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией Обязательно вот должен быть Там есть сотрудничество именно в борьбе против терроризма И тоже в соглашении про иранскую ядерную программу Тогда и отношения вот между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Они сложные, но они всегда были и они будут будущим А на ваш взгляд, возможно ли еще как-то вернуться к вопросу партнерства между Россией и НАТО? Мы бы, конечно, этого хотели И есть, я думаю, что на каждой встрече между министром Лавровым и госсекретарьем Керри Всегда есть, мы начинаем вот с этой идеи на самом деле И партнерство, как я уже сказал, есть по определенным пунктам По Сирии, может быть, сказать, вот по борьбе портов Игель Мигрантский вопрос в Европе, Иран Но есть очень сильные разногласия вот про украинский конфликт Мы хотим, чтобы Российская Федерация, конечно, выполнила все свои обязательства по Минским соглашениям Мы тоже бы хотели, чтобы Российская Федерация вернула Крым США, как другие, как все другие члены НАТО считают, что Крым, конечно, является до сих пор частью украинской территории Мы же понимаем, что Российская Федерация так не считает Но мы уже находимся в третьем году после начала украинского конфликта И мы просто надеемся на то, что там будет прогресс Мы же видели освобождение Савченко на прошлой неделе Это, конечно, очень позитивный шаг Как наш посол в обществе сказал Посол Бир Это, конечно, самый подходящий момент именно для прогресса в решении украинского конфликта Мы просто надеемся, что Российская Федерация будет готова именно на это На ваш взгляд, что сейчас происходит на востоке Украины? Как это называется? Вот вы говорите, конфликт, а, по сути, за что? С точки зрения Соединенных Штатов Америки, я думаю, что это очень ясно, что там есть замороженный конфликт Мы думаем, что Российская Федерация на самом деле делает именно в Донбассе то, что она сделала на границе Грузии, Северной Осетии То есть это война между Россией и Украиной или это гражданская война внутри Украины? Ну, как вы уже знаете, конечно, это очень сложная ситуация, конечно, потому что там есть так называемые сепаратисты Мы просто считаем, что на самом деле вот эти сепаратисты, они со самого начала вот сэрвлютили то, что происходило именно в Майдане Мы понимаем, что эти люди именно в Донбассе, они получили очень большую военную поддержку, военную технику Тоже там было, сейчас я думаю, что все это признают, что там было присутствие именно российских войск Мы просто считаем, что в 2014 году или 2016 году это, ну так нельзя вот вести себя на самом деле Потому что было суверенное государство в Украине, там было это Будапештский меморандум, когда Российская Федерация гарантировала территориальную цельность Украины А для отказа от ядерного оружия, тогда было международное право Мы просто думаем, что захват Крыма и потом поддержка вот именно сепаратистам в Донбассе Это грубейшее нарушение вот международного права А ну как вы оцениваете роль местных жителей все-таки в этой истории? Местные жители? Да Ну, то есть здесь есть несколько версий Кто-то говорит, что местных жителей, ну вот им мозги заподрили, включили российские каналы, рассказали, что надо воевать Дали оружие, ну вот они в принципе отправились Вторая версия, я говорю, что местные жители вообще практически не участвуют, воюют между собой армия Украины с армией России А вам как кажется? Я думаю, что нельзя отразить, что, конечно, роль местных жителей, конечно, это самое сложное положение на самом деле Это они именно вот страдают, они, если воюют, тогда вот они погибают Есть потери среди вот именно мирных жителей Но это гражданские населения, они все-таки воюют или не воюют, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что действительно вот есть часть, которая воюет, есть часть, которая не воюет Именно вот эта проблема, на самом деле, мы бы хотели, чтобы именно вот этот конфликт, который вот начался, на самом деле, вот мирным способом Там была возможность, или, может быть, мирного решения вот этого конфликта Но, к сожалению, Российская Федерация вот решила вот участвовать именно вот силой, поддержкой А какие были способы мирного решения этого конфликта? Мы бы хотели, чтобы этот конфликт, конечно, был решен именно вот, может быть, за столом переговоров там вот между представителем именно Донбасса и представителем вот Киева Или вот украинский государственный, не только из Киева, но именно вот по украинской конституции мы бы хотели, чтобы вот этот вопрос, конечно, был решен А что вы думаете по поводу, в принципе, позиций местных жителей? Вы начали с того, что вы считаете, что Крым является частью Украины Но Россия так, к сожалению, не считает, не считает, судя по всему, судя по результатам, тем результатам референдума, которые были предоставлены широкой общественности Население Крыма тоже не считает, что они часть Украины Что, если действительно большинство населения Крыма не хочет быть частью Украины, если они действительно не хотят оставаться в составе этого государства То какие вы видите выходы из этой ситуации? Ну, ваш вопрос, на самом деле, очень отличный вопрос Это, я думаю, что мы, ну, мы бороемся именно вот с этим вопросом с самого начала вот этого конфликта Но все-таки, если бы, я еще раз вот возвращаюсь именно к этой идее, что вот решение вот всех проблем Ну, там в Одессе или в Крыму или в Донбассе Обязательно надо делать это вот по украинской юрпруденции Потому что, на самом деле, когда вот есть одно государство Я понимаю, что там интересы есть у Российской Федерации именно в Донбассе или в Украине Может быть, они хотят, чтобы там было вот сфера влияния Вот, но все-таки Россия вот при ООН, при других международных организациях Они же вот при них вот это суверенное государство Украина Украина, конечно, не хочет, чтобы вот там референды были в других частях Вот Российской Федерации Вот почему мы не хотим, чтобы там было референды вот по всей Европе Или, например, вот в Шотландии Там референд был, да? Ну, шотландцы вот без влияния вот какого-либо другого государства Они же хотели вот это провести Но в данном случае законы Великобритании, судя по всему, позволяют проведение таких референдумов А насколько мы понимаем, законы Украины никаких таких референдумов и отделений не подразумевали Вот что, на ваш взгляд, должно было делать, должны были делать местные жители Если они принципиально не хотели оставаться в составе Украины А закон не позволяет им оттуда выйти какими-то легальными способами Ну, я думаю, что на самом деле надо было действовать именно по украинским законам Надо было, конечно, вот стараться изменить именно законы Как это случается, конечно, в других государствах Я думаю, что ответ на этот вопрос это не очень сложно Потому что на самом деле вот есть сама идея Идея демократии, идея государства Идея включения вот разных частей Ну, Каталония, Барселона Мы видим, что там есть определенный инструмент именно для решения вот таких вопросов Мы просто, вот самый главный момент, именно в Крыму Мы видим, что там было прямое вмешательство Российской Федерации Именно в поддержке этого референдума Или, может быть, сам референдум был организован Или даже заявлен в Москве до того, как был заявлен даже в Крыму Я думаю, что очевидно, что там было влияние, может быть, Московское Или Кремлевское, или Российское На ваш взгляд, при каких условиях и при каких обстоятельствах И Соединенные Штаты Америки И, в принципе, весь западный мир Смирится с тем, что Крым остается в составе России Но президент Обама уже сказал, госсекретарь Керри сказал И даже когда господин Стайнмайер здесь был на прошлой неделе Недавно Да, недавно в Вериге Он сказал то же самое, что мы думаем Мы считаем, что Крым до сих пор является частью Украины Но тоже есть так называемый статус-кво Или дежур Мы понимаем, что вот именно этот вопрос К сожалению, будет между Соединенными Штатами Америки Будет влиять на отношение между Российской Федерацией и НАТО И, как вы уже заметили, мы, к сожалению, перешли из партнерства Именно на санкции, тогда расширение вот американских войск Новые стратегии вот НАТО по отношению вот безопасности Европейской безопасности Дело в том, что Российская Федерация, наверное, хочет очень хорошее отношение Вот с НАТО тоже, со своими соседами Но отдавать Крым, она, судя по всему, не хочет Отдавать Крым, она при этом, судя по всему, не хочет Получается ситуация практически безвыходная Поэтому я спрашиваю, при каких условиях, на ваш взгляд, например, Америка согласится с тем, что Крым остается частью России Ну вот что должно случиться, не знаю, может быть, украинское правительство должно сказать Пускай забрали, так забрали, пускай уходят Я согласен с вами, это безвыходно сайтовать сейчас Я не могу сказать, что будет, или предсказать, что будет в будущем Ну, ваш вариант, что украинское правительство, или украинское государство, или какая-то администрация Именно в Украине, в Киеве будет говорить, что вот давайте, возьмите Или там будет какой-то обмен на деньги, на газ Все вот эти теории, конечно, я прочитал Но на самом деле мы думаем, что вот самый легкий и логичный был бы отказ Российской Федерации от Крыма Но мы тоже понимаем, что вот с каждого дня это становится сложнее и сложнее, труднее и труднее Но все-таки есть последствия, есть последствия для российской агрессии Вот эти именно вот эти санкции, тоже новые стратегии Соединенных Штатов Америки, тоже НАТО То есть, насколько я понимаю, вы не видите никаких вариантов, при которых Америка бы передумала насчет Крыма Ну, я же знаю, что госсекретарь Керри гораздо умнее, чем я Я просто надеюсь, что вот есть Эта идея, конечно, обсуждается во всех встречах между Лавровым и Керри Тоже, когда вот президенту Обама, когда он звонит президенту Путину Они даже обсуждают вот этот вопрос Ну, именно про Донбасс есть минские соглашения Есть план для выполнения вот всех обстоятельств именно этого Но про Крым я нет, сейчас вот не вижу никакого выхода Вот почему именно в этом году мы хотели вот увеличить вот нашу военную поддержку Тоже вот финансирование вот натовской операции именно в Восточной Европе А несколько слов по поводу Надежды Савченко Как расцениваете ее возвращение на Родину? Это какой-то жест доброй воли со стороны России Или это часть минских соглашений? Потому что, насколько я понимаю, Россия не очень соглашается с тем, что это часть минских договоренностей Вот как вы видите эту ситуацию? Мы приветствуем, конечно, вот это освобождение Наде Савченко Как я уже сказал, мы просто надеемся на то, что это будет, конечно, позитивный шаг Что там будет какой-то момент или прогресс именно в выполнении всех обстоятельств по Минским соглашениям Наде Савченко, конечно, вот она стала больше, чем только военной или пленом Она на самом деле вот символ этого конфликта И вот почему мы просто надеемся, что сейчас вот в Киеве, в Москве Там будет укрепление усилий в отращении вот этого конфликта Конечно, мы думаем, что не было справедливо того, что произошло именно с Савченко Мы хотим, чтобы все другие плены, они тоже были освобождены Но это часть минских соглашений в вашем понимании? Это часть, конечно, сама Савченко не названа именно в этих соглашениях Но там освобождение или обмен пленов Да, политическими Политическими пленами Это, конечно, часть этих соглашений Ну, то есть, получается, что Россия сделала какую-то жесть доброй воли, вроде бы, вернув Савченко домой? Ну, она тоже получила вот двух политических пленов Вот почему я бы не сказал, что это только доброй воли На самом деле, Российская Федерация получила то, что она хотела получить И тоже, наверное, Савченко уже стало вот негативным влиянием именно вот на репутаты, может быть, на Российской Федерации Потому что там было очень много международного давления на нее Ну, можно сказать, что это часть минских соглашений Но, к сожалению, там очень много вот больше есть Сейчас очень многие журналисты-эксперты обсуждают политическое будущее Надежды Савченко говорят о том, что это может быть какой-то источник, потенциальный источник политической нестабильности в самой Украине Потому что, как вы сказали, она символ Она еще и политик, ко всему прочему Который, возможно, сможет подвинуть и президента, и некоторых своих однопартийцев Вот как вы оцениваете политическое будущее Савченко? Вы видите в ней потенциального лидера Украины? Ну, конечно, это не мое место, вот это оценивать потенциального какого-либо кандидата или любого человека Но вы рассматриваете ее как политическую фигуру? Да, и я думаю, что надо... Конечно, Савченко, она стала известна в течение вот этих двух лет Но, на самом деле, она очень много достигла вот до этого Даже в украинской воздушной силе и так далее Но как кандидат, не кандидат или политическое будущее у нее США, конечно, не оказывает никакого влияния на это И мы просто очень рады, что она сейчас в Украине освобождена И мы хотим больше, чем Савченко, больше, чем какой-либо другой человек Мы просто хотим, чтобы именно этот конфликт, там было именно resolution Был разрешен? Да, разрешен, да Так все-таки повлияет ли как-нибудь освобождение Савченко и ее возвращение домой на диалог между Россией и Западом? Ну, конечно, я думаю, как я уже сказал, позитивный шаг Сразу после этого, конечно, там было заявление Белого дома Потом Государственного департамента и даже Пасо Пауэр Это при ОН Есть сейчас, может быть, побольше пространства для позитивного обсуждения Или разговор между Соединенными Штатами Америки и Россией Но все-таки мы просто надеемся, что там будет место для переговоров между Украиной и Российской Федерацией на самом деле Может быть, при нормандском формате или, может быть, в другом форме Мы продолжаем в эфире «По-прежнему разворот» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 Звоните, пишите на видеочате на портале МиксНьюс ЛВ, присоединяйтесь В гостях у нас по-прежнему Джоша Бейкер, официальный представитель Госдепартамента США Здравствуйте еще раз Здравствуйте Давайте, может быть, продолжим по поводу ситуации, собственно говоря, Влада И ее увлечения присутствия войск НАТО на территории Прибалтики Как оцениваете вот это желание, как, собственно говоря, и лидеров прибалтийских стран Так и, насколько мы понимаем, руководство НАТО, которое готово идти навстречу? Ну, как вы уже заметили, вот мы хотим, ну там новая стратегия, вот по-английски мы называем это European Reassurance Initiative По-русски вот переводится немножко по-другому, это просто инициатива по обеспечению европейской безопасности Это, конечно, самое главное, это по просьбе наших центральных европейских партнеров и тоже вот восточных европейских партнеров Там будет, вот эта стратегия, конечно, заключается в пяти направлениях предложения усилия Вот первое, как вы уже сказали, это присутствие американских, и не только американских войск Это НАТОвских войск, ну побольше Это одна бригада, вот тяжелая техника, вот бронная техника, вот американская бригада в Источной Европе Потом это увеличение, вот проведение учений и тренировок с нашими партнерами Потом это уже увеличение инфраструктуры, мы хотим, чтобы там транспортная инфраструктура, вот чтобы было легче, конечно, проведение вот какой-либо операции И потом уже это наращивание потенциала вот наших партнеров А на ваш взгляд, зачем? Это зачем? Я думаю, что это очень легко, на самом деле, вот это ответить Потому что это ответные меры, ответные меры вот именно на российскую агрессию Российскую агрессию где? Ну, я знаю, что она, наверное, звучит немножко, ну, трудно вот это слышать, может быть, русскоязычным аудиторием Но на самом деле, когда до украинского конфликта там речь шла вот про партнерство Сейчас уже речь вот перешла именно на наш новый лозунг Это, ну, равновесие, вот, баланс, равновесие между силой и диалогом Это, конечно, ну, к сожалению, очень далеко от партнерства Но когда все эти страны, когда они говорят, что вот самая опасная угроза для их безопасности Это Российская Федерация Это натовский ответ на эту просьбу Да, но вы, наверное, понимаете, что, может быть, политики реагируют слишком эмоционально Иногда они работают на свой электорат Почему вы идете им навстречу? Почему вы им верите, что действительно существует какая-то угроза в отношении Прибалтики со стороны России? Нет, на самом деле, вот, ваш вопрос хороший вопрос Но я не сказал, что угроза только в Прибалтике Я сказал, что вот там есть мнение Может быть, вы, может быть, человек может не соглашать его с этим мнением Но есть мнение в НАТО, в наших партнерах, что вот самая опасная угроза является именно Российская Федерация И вот почему они приняли вот это решение Это не только в Прибалтике, это тоже в Румынии, в Польше, в Германии Украина, конечно, является членом НАТО, но она же есть партнер, партнер НАТО И у нас есть случай в Европе, когда вот одно суверенное государство взяло, захватило вот часть другого суверенного государства А в чем заключается угроза со стороны России в отношении, например, Прибалтики? То есть может произойти теоретически что? Теоретически я думаю, что никто не хочет, чтобы там был конфликт И вот почему именно речь сейчас идет о сдержанности И вот почему я думаю, что эта стратегия на самом деле очень логична Там будет проведение учения, там будет тренировок, там будет приготовка Это понятно, но все-таки вы видите угрозу чего? Я понимаю, что со стороны России, но чего? Это не только США, но это со стороны вот наших восточных и центральных европейских партнеров Именно в этом альянсе мы видим угрозу, потенциальную угрозу российской агрессии Именно на другой территории То, что произошло в Крыму, не дай бог, может произойти в другой стране Например, в Латвии, Литве или Эстонии, правильно я понимаю? Нет, я не думаю, что это в определенной стране Но вот почему именно есть такой альянс Есть альянс для общей защиты Мы просто, как я уже сказал, я думаю, что никто, даже российский федеральный, не хочет побольше конфликта Но конфликт есть, вот этот конфликт в Донбассе, это открытый конфликт Это настоящий конфликт, когда люди каждый день погибают И это именно на границе натовского альянса И это реакция, это ответные меры, они полные, логичные Чтобы когда конфликт идет именно на границе этого альянса Вот этот альянс будет проводить в ответной мере Насколько я понимаю, сейчас речь идет о четырех батальонах Это сколько людей? Это одна бригада Это будет расширение У меня вот есть цифры А финансирование это будет около трех миллиардов долларов Это в этом году, в 2017 году В нашем оборонном бюджете Это три миллиарда на что именно? Это три миллиарда именно на эти пять направлений В расширении присутствия войск Учения, потом улучшение инфраструктуры Потом уже... То есть речь идет о Прибалтике именно? Не только о Прибалтике, нет Прибалтике, Румане, даже часть для Германии, Польши И тоже для Украины Так сколько все-таки человек планируется разместить Вот примерно на территории Латвии? Или в принципе вот на территории упомянутых вами государств? Ага Ну, я извиняюсь, но здесь у меня просто нет определенной цифры У меня просто, чтобы там была одна бригада Вот именно пару татей Именно в этих пяти стран Но примерно это будет... Сейчас я узнаю, сколько будет Сотни, тысячи... Ну, это будет, да, да Это будет тысячи, да Тысячи На ваш взгляд, вот эти тысячи солдат американских Или в принципе натовских Они насколько долго смогут сдерживать Россию В случае действительно какой-то агрессии? Ну, как я уже сказал Это не подготовка Это ни в коем случае не подготовка К определенному конфликту Это... Мы не видим, что там будет... Мы просто надеемся, что конфликт не будет завтра или послезавтра Это именно вот сдержанность Это вот в деле общая защита Это только укрепление вот этого альянса И тоже это расширение, может, вот этих войск Вот из Германии, может быть, в восточных партнерах Но ваш вопрос, конечно, исходит из того, что вот там на пороге есть какой-то конфликт И мы не видим, что там конфликт будет Но вы же сами говорите, что возможно какая-то агрессия со стороны России Да, и возможно агрессия, возможно подсоединение, что там будет какое-то действие И вот именно мы просто надеемся, что именно вот эта стратегия будет этому противодействовать на самом деле Что может быть, если там была вот какая-то идея, может быть, у российской федерации, чтобы она сейчас вот принимала вот другое вращение Да, на Российской Федерации уже отреагировала, например, несколькими заявлениями о размещении трех, если я не ошибаюсь, дивизий на западе страны То есть как раз-таки недалеко от наших границ На ваш взгляд, вот не получится ли так, что расширение присутствия НАТО в Прибаловске и, в принципе, в Восточной Европе спровоцирует такое же расширение присутствия россиян где-нибудь около наших границ Что еще подстегнет, скажем так, к возможной нестабильности, а не ее предотвратит Это тоже очень логичный вопрос, но на самом деле, я думаю, что наоборот На самом деле, я думаю, что благодаря вот этому расширению, благодаря вот новой стратегии НАТО Россия не будет так действовать Я думаю, что, может быть, при отсутствии вот такой стратегии или вот таких мер, она бы принял, может быть, другое решение Давайте примем звонок. Добрый день Добрый день Добрый день Я хотел бы задать вашему собеседнику вопросик Тут он говорил, что референдум якобы за Россию там все дала Он мало знает, ему надо было бы съездить в Крым Но его не пустят туда А он нам тут, как говорят, лапшу на уши вешает Да, спасибо Не планируете ли посетить Крым, господин Бейкер? Ну, спасибо огромное за ваш вопрос, тоже вот за ваше внимание, потому что, как я уже сказал, мы хотим, чтобы там был открытым диалогом между Соединенным Штатом Америки и Российской Федерацией Я понимаю, что там есть разногласия между нашими двумя странами или этими двумя странами Насчет Крыма Ну, как я уже ответил Я думаю, что на самом деле Этот референдум, конечно, произошел По Или Под влиянием Российской Федерации Потому что, на самом деле, мы бы хотели, чтобы все, конечно, шло по украинским законам И вот почему в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах Америки Я думаю, что сегодня, я, конечно, официально представитель того государства На самом деле, когда мы говорим о США, мы не говорим только о США На самом деле, вот в НАТО там есть сейчас больше 20 членов, конечно, все согласны с тем, что вот то, что произошло в Крыму, нелегальный захват Вот, и что, ну, из-за того, что российская агрессия вот была, и эта поддержка в Донбассе Вот эти проблемы именно в отношении между Российской Федерацией Мы бы хотели, чтобы сейчас я был здесь, в Риге, чтобы обсуждать какое-то новое торговое соглашение Между Российской Федерацией и Соединенных Штатах Америки или Европой Но, к сожалению, вот я здесь большинство времени, конечно, отдельно обсуждаем вот украинский конфликт Этого я не хотел, вот мы бы хотели, конечно, чтобы, как я уже сказал, демократия в Украине, в России, в США В Европе вообще, ну, развивалось побольше, и чтобы там было действительно сотрудничество между всеми государствами Несколько слов еще о Латвии хотелось бы услышать Когда только начинался конфликт на юго-востоке Украины Тогда больше говорили о том, что это конфликт, ну, даже не этнический, а отчасти языковой То есть условно между русскими и украинцами В этом плане все очень часто вспоминали Латвию или Эстонию, где тоже существует большое количество русскоязычных жителей Жители, которые, ну, вроде, по некоторым оценкам, могли бы, как бы, если что, встать на сторону России При реализации какого-то такого похожего сценария Вы верите в подобное? Я извиняюсь, я не то, что не понял вот этот вопрос На ваш взгляд, возможно ли какая-то нестабильность внутри прибалтийских стран, вызванная тем, что здесь живет, ну, почти половина русскоязычных? Ага Нет, на самом деле вопрос здесь не языковой вопрос, на самом деле Я думаю, что действительно там есть трудности в всех демократиях, в всех государствах Сейчас это государство, его страна, вот, исполняется 25 лет Или 25 лет распада Советского Союза Мы радуемся, вот, прогрессом здесь Но все-таки мы бы хотели, чтобы тоже, вот, для языковых, вот, меньшинства, не только русскоязычные Мы хотели, чтобы, конечно, вот, все права были защищены Но больше этого, самая главная часть для, или самая главная вещь для любого государства, это институты, чтобы вот любой гражданин, будьте вот русскоязычный, латвоязычный, англоязычный, ну, независимо от его языка, чтобы он был полным гражданином вот этого государства И мы, конечно, работаем со всеми государствами, не только здесь, в Прибалтике, но по всему миру, чтобы вот, и даже внутрь Соединенных Штатов Америки, потому что у нас есть свои трудности Мы, конечно, не закрываем вот свои глаза именно на эти проблемы, за эти трудности И, как вы уже видели, вот, в предварительных выборах, про меры, конечно, мы обсуждаем вот эти вопросы очень часто Давайте еще звонок примем, добрый день Добрый день Добрый день Правильно ли я понял у вашего собеседника, что если на определенной, довольно маленькой территории будет как можно больше неадекватных милитарного образования людей с оружием в руках, тем больше возможностей мира на этой территории Спасибо за ответ Спасибо, но слово «неадекватных» наш гость точно не произносил? Как можете прокомментировать? Является ли военное присутствие гарантией безопасности? Я думаю, что это одна часть Но в сегодняшний день я думаю, что экономическая безопасность – это тоже очень важно Вот почему сегодня было очень много разговоров именно про НАТО Но на самом деле вот в то же время, как мы расширяем вот оборонительные вот отношения или отношения обороны между Соединенными Штатами или между нашими партнерами именно в НАТО Там есть очень много усилий тоже на развитие наших общих экономики и тоже вот торговые отношения, культурные отношения, обмен студентов Тогда я бы не сказал, что вот ваш или вот уважаемый человек, который позвонил, сказал, что это именно то, что я думаю На самом деле, к сожалению, сейчас есть такой толк именно на присутствие войск Но надо иметь в виду, что два года назад, три года назад не было даже идеи расширения побольше Даже вот сама страны, члены НАТО бы отказались от нашего предложения Вот присутствие побольше американских войск или натовских войск Но, к сожалению, есть реальность в этом регионе И вот почему именно вот эти страны, они просили побольше присутствие вот натовских войск А сейчас некоторые политики прибалтийские говорят о том, что надо не только солдат здесь размещать Или как-то поддерживать инфраструктуру, но и также вот какие-то элементы ПРО, например Или говорят про ЗРК Патриот Вот что об этом думаете? Есть ли шансы у Латвии, Литвы или Эстонии получить что-то больше, нежели военное присутствие солдат? Эти обсуждения, конечно, они идут Есть переговоры внутри НАТО, но тоже есть другие переговоры, которые идут между Соединёнными Штатами Америки И этими определёнными государствами Я не эксперт именно в двухсторонных отношениях между Литвой и Соединёнными Штатами Америки, конечно Я буду оставлять вот эти вопросы вот нашему посольству здесь Но сейчас заявление только про присутствие этой противоракетной обороны только в двух странах Если не ошибаюсь, это в Румении, тоже Польче Это ещё раз по просьбе вот этих двух государств Возможно ли расширение? Возможно расширение, но это тоже будет вот по просьбе вот этих государств, конечно Но сейчас вот наш план заключается только в этом Но надо заметить, что вот это противоракетная оборона Это не оружие вот нападения И вот почему даже российские эксперты, они бы сказали, что вот именно вот эти системы, конечно, угрожают Российской Федерации Вы сейчас говорите, что если что, это будет происходить по просьбе конкретной стороны То есть если Латвия, например, попросит разместить на своей территории какие-то элементы системы протов В принципе, у неё есть шансы получить Это будет, это ответ, конечно, должен быть для Пентагона Или для Министерства обороны США Но, как я понимаю, вот именно если бы такая вот просьба была И, может быть, там вообще, наверное, вот этот вопрос обсуждался И там было решение, чтобы установление только в Румении Польче пока Давайте примем ещё звонок Добрый день Добрый день Добрый день Добрый Здрасте Я могу задать вопрос? Да-да-да, задавайте его в эфире Добрый день, уважаемый ведущий Добрый день, господин Бейкер Здрасте Господин Бейкер Да, я могу уже задать? Да-да-да, говорите, пожалуйста Господин Бейкер, вы столько много говорили о гипотетической, теоретической угрозе России Да, мы вас слушаем Но в связи с этим я хотел бы напомнить вам, что пока что мы были свидетелем агрессивности совсем другой страны, это же Соединённых Штатов Ирак, Ливия, Афганистан, ну и так далее Спасибо, я думаю, что ваш вопрос понятен Господин Бейкер, как насчёт американской военной агрессии? Мы часто слушаем или слышим вот это мнение Но я думаю, что у каждого конфликта там есть определённый характер Сравнивать между Афганистаном или Афганистаном, Украиной, Сирией, Ливией Я думаю, что я жил в Дубае три года Тоже в Ливии я был два года В Куэйте я хорошо знаю Ближний Восток Я думаю, что нельзя его сравнивать между тем, что происходит в Сирии, например, и Ливии Но в всех вот этих конфликтах, как ваш, как это звонок уже сказал Есть определённые моменты США стараются избежать конфликта по всему миру Я лично считаю, что вот натовские операции, которые были в Ливии Они были правильны в то время Но после того, что произошло именно для спасения мирных жителей в Бенгаде Там надо было делать что-то другое Но, конечно, есть определённые моменты в Афганистане Я думаю, что там достижения есть Позитивные движения в Афганистане есть Но ещё есть трудности В Сирии, конечно, мы видим, когда Садимов-Сашат, например, отказались Или там ни в коем случае не вмешивались И тоже вот мы сейчас видим последствия Вот почему нельзя сказать, что когда США вмешивается Это плохо или это хорошо И когда не вмешивается, это плохо и хорошо Вот почему, к сожалению, мы живём в очень сложном мире Но мы стараемся через наши международные организации Международные альянсы Разрешить вот эти конфликты без насилия Но, к сожалению, это не всегда возможно Ещё один звонок Добрый день Добрый день Вот по поводу цветных революций и фашизма американского Значит, из Америки приехал Троцкий в Россию Делать переворот вооружённый То есть это те же самые цветные революции Но не получилось так, как хотелось Далее Криминальная элита финансовая США Забрала деньги из Америки И отдала их Гитлеру То есть Гитлер — это ваш американский проект Для того, чтобы он организовал Европу Ну, сделал Евросоюз номер один И направил против России уничтожать русских Далее 235 раз Америка Нападала на другие страны Югославию выбомбили 140 тысяч уничтожили По всему миру Более тысячи военных баз американских Вы бы не могли сформулировать вопрос У нас, к сожалению, не так много времени Вот, товарищ, опровергнет А НАТО — это только повод для того, чтобы построить Американскую базу на чужой территории Вопрос в чём? Пусть опровергнет Опровергните, господин Бейкер Ну, там были очень много цифр Но на самом деле, как я уже сказал Вот стратегия Соединённых Штатов Америки Не заключается в одном моменте На самом деле, вот До вмешивания Соединённых Штатов в Америку Конечно, мир был свидетельствован Двух страшных войн Первая мировая война И потом Вторая мировая война Именно вот этот НАТОвский альянс Конечно, вот был построен Именно для избежения Вот такого рода конфликта Я думаю, что даже если Ваши уважаемые слушатели Они бы согласились с тем Что история после Второй мировой войны Именно в Европе Была гораздо лучше, чем До формирования вот этого альянса Я не говорю, что, конечно, НАТО И влияет ответом на всех вопросов На самом деле, я как экономист Я считаю, что на самом деле Экономическое процветание Это является ответом Или более эффективным инструментом Для расширения вот этих конфликтов Но без устойчивой безопасности Нельзя развивать вот эту экономику Про Югославия Я, конечно, вот Я жил в России, в Москве В то время, когда вот Были эти НАТОвские военные Операции именно в Югославии Тоже вот во время референдов Косово Я прекрасно понимаю, что там было Очень Сильное разногласие Именно в точке Зарения между Российской Кефедерацией и СССР Но все-таки, если бы вы спросили Вот именно людей Бывших Югославских республик Я думаю, что сейчас вот Их жизни лучше Там есть больше свобод И я думаю, что они вот На более позитивном направлении Чем если бы они Стали вот под влиянием Вот Молосовича К сожалению, время нашей передачи Подошло к концу Я понимаю, что мы еще несколько часов Могли бы продолжать нашу беседу Напомню, что в гостях у нас А я в реле два дня Тогда вот Я могу оставаться с вами Прекрасно Я думаю, что мы ночной эфир устроим Как-нибудь Так что мы все вопросы Можно было обсудить Прямо до утра Напомню, что в гостях у нас был Официальный представитель Госдепа США Джоши Бейкер Спасибо, что пришли Спасибо вам В студии работала Оксана Антоненко Звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго и до свидания